Мы будем обсуждать ЖКХ-компанию, я ее назвал ЖКХ-антитеррор, я ее начал год назад. Смотрите, год назад, те кто не знает, что произошло, стартовала компания не только по Следственному комитету, прокуратуре и МВД, с отстанем своих прав и привлечением к ответственности всех виновных лиц ввиду моего незаконного удержания и в камерах, и в психушке. В общем, и параллельно стартовал компанию по ЖКХ-антитеррору. Мне поступали угрозы, что меня отключат электричество в связи с тем, что у меня якобы какие-то там долги существуют и так далее. 1 января я стартовал эту компанию, 8 числа отправил первые документы, 20 числа вторую партию документов. Примерно в мае, то есть там была большая переписка, много чего обжаловалось, примерно 40 документов. В мае жил надзор, возбудил административное дело, они привели это. По моим заявлениям была проведена комиссия не только в первом подъезде моего дома, но и во всех подъездах нашего дома. Проспект Комсомольский, 21, город Сургут. И они обнаружили, что я на что жаловался, что неопломбированные чердаки, неопломбированные подвалы, нет информации на информационном стенде, не обрабатываются должным образом мусоропроводы. И, как оказалось, в ходе проверки еще и лифты у нас на 8 лет были просрочены во всем доме. То есть работали сверх нормой 25 лет, 8 лет они были опасны для жизни и здоровья для всех жителей города Сургут. И они открыли административное дело по статье 14.1.3 КАПРФ, часть 2, это грубейшее нарушение лицензионных требований. Там предусмотрен штраф от 250 до 300 тысяч. Они это дело административное рассмотрели не сами, хотя имеют полное право на это и, в принципе, заинтересованы в этом. А они передали в мировой суд, исполняющий обязанности мировому суде Король. Она вынесла постановление о вынесении устного замечания управляющей компании ввиду малозначительности нарушений. Ну, сами понимаете, да, что опасные лифты это грубейшее нарушение, по сути. Ну, я предполагаю, что они просто договорились там. Соответственно, острое предупреждение. Это было вынесено где-то постановление где-то в июле. С февраля, с 26 февраля по 10 сентября я находился вынужден в путешествии, потому что 13 марта мне взломали дверь в квартиру. И искали мой труп, либо неадекватного мужчины, который бегал по подъезду. Поэтому я был вынужден стартовать вынужденное путешествие по стране. 12 раз я приезжал, но даже удаленно я продолжал отправлять все документы во все инстанции, в том числе и по этой компании ЖКХ Антитеррор. И, по сути, управляющая компания, поняв, чем грозит для нее такие административные наказания, даже если это было устное замечание, то в следующий раз они, по сути, не отделываются устным замечанием. И будут обязательно привлечены по этой статье и будет наложен штраф. Соответственно, чем опасна была такая ситуация для управляющей компании? Тем, что при наложении дважды за год таких штрафов на управляющую компанию и дом исключается из лицензии в управляющей компании. Мало того, что дом может быть исключен из лицензии, то есть управляющая компания полностью лишится дохода со всего дома. Но еще она рискует вообще всей своей лицензией на все дома. То есть ее могут лишить полностью всех домов и убрать с рынка. Согласно официальным данным, у управляющей компании ООО УК ДСВЖР, у нее выручка в год 2,6 миллиарда в год. Соответственно, они рисковали всей этой суммой. 2,6 миллиарда, представляете, какие деньги собирают? Я убью, наоборот, где это было. Официальные данные в интернете. В интернете? Да. Какие деньги убивают? Просто какие-то. Поэтому двери с ним вынесли и в психушку сдали. Мне поступали разные угрозы. Сдадим в психушку еще одно видео, и я тебе лично 1 килограмм героины в карман положу. Вывезем в лес, ну и так далее. Прийдите, другое озвучивать не буду. У них здесь, наверное, не один дом, не только ваш? Еще какие-то дома? У них есть официальная информация на сайте. У нас другие? По официальной информации с сайта ДСВЖР, у них... в управлении находится 338 многоквартирных домов. Это 2 миллиона 387 шестьсот двадцать семь квадратных метров жилого фонда. Сколько? 2,4 миллиона, грубо говоря. 2,4 миллиона. Да. Где проживает свыше девяносто пяти тысяч человек. Два, понимаете, два нарушения в течение года, и управляющая компания рискует лишиться всех домов. Что произошло? Вот они вынесли решение, да, о привлечении к административной ответственности, передали в мировой суд. Мировой суд вынес постановление о вынесении устного замечания. Вот по всем этим нарушениям они отделывались устным замечанием. Дальше что было? В этом постановлении есть приписка в конце. Данное решение может быть обжаловано в течение 10 суток. Я об этом постановлении узнал только где-то в октябре, то есть когда я вернулся уже в Сургут. Я затребовал в жилонадзор, чем закончилась вообще вся моя писанина, и они мне прислали это постановление. Я узнаю, что все сроки уже прошли, соответственно, я обжаловать не могу. То есть они воспользовались моим отсутствием и рассмотрели это все в отсутствии меня. Но у жилонадзора было полное право обжаловать в течение 10 суток данное решение. Они этим правом не воспользовались. То есть они посчитали справедливым, честным то, что людям не только в моем доме, не только в моем подъезде, а по всему городу угрожала реальная опасность жизни и здоровья. Они посчитали, что это нормально и не обжаловали это дело. То есть жилонадзор, получается, не знаю из каких интересов исходил, но они бездействовали, не обжаловали данное решение. Если бы я об этом знал, я бы, конечно, обжаловал. В данный момент я нахожусь в городе Сургуте. Я уже стартовал вторую волну, о которой будет позже рассказано. Сейчас будет речь именно о первой волне, о том, что каждый из вас может то же самое сделать в отношении любой управляющей компании. Весь пакет документов приложен к видео. Я уже снимал видео по этому поводу. Оно называется «Как лишить лицензию управляющей компанию или ЖКХ антитеррор, часть 5». Оно доступно у меня на канале Сургутный отзор 2. Вопрос? У нас просто сейчас в нашем доме, я живу в Каскаде, сейчас они пытаются, инициативная группа собралась, они подали заявление, сделали голосование внутреннее и пытаются сместить и Кокорина, председателя. Потому что там они выяснили, что деньги никуда не уходят, и все деньги, которые получает компания, они не осваиваются. Да, пожалуйста, берите вот эти инструменты и стартуйте. Можно им, да, собрать? Конечно. Что сделала управляющая компания ДСВЖР, чтобы хоть как-то себя прикрыть? После проведения комиссии, я примерно восстановил историю, что произошло. То есть, пришла комиссия, увидела, что все нарушения, о которых я сообщал, они имеют место быть. И еще они обнаружили, что все лифты просрочены на 8 лет. Был составлен протокол, акт, и управляющая компания буквально за 2 дня стартовала замену всех лифтов, как оказывается, не только в моем доме, но и вообще по всему городу. На данный момент я знаю, что поменяли лифты на улице Ленина в каком-то доме, на Энергетиков 3, в соседнем доме проспект Комсомольский 31, в соседнем доме проспект Комсомольский 27 и соседний дом проспект Комсомольский 21-1. А, там лифтов нету, это пятиэтажка, но там сделали безоплатный косметический ремонт. Как выяснилось позже, все суммы на это все были выделены из бюджета капитального ремонта. То есть, понимаете, да, управляющая компания, которые они держали и не осваивали. Ну, это и правильно, из этих денег должны идти на лифты, если они уже подлежат капитальному ремонту, из фонда капитального ремонта, они и должны финансироваться. Речь не об этом, речь о том, что эти деньги лежали... Вы даже сделали в свое время, в свое время. Речь о том, что существовали проблемы, и эти проблемы никак не решались. До тех пор, пока вот эта вот компания, вот эти вот действия, даже несмотря на то, что я удаленно путешествовал по стране, мне удалось добиться того, что управляющие компании привлекли к ответственности. Дело в том, что мы потом беседовали, у нас была встреча в администрации города Сургут, тоже об этом есть видео, называется «Лифты убийцы» или «Геноцид по устному замечанию». Очень говоря сейчас название, потому что я там общался со всеми представителями жилнадзора ХМАО Югры. Я им задавал вопрос, а как так происходит вообще, что... Вот вы и отчитались о всех плановых проверках, что у вас ведутся плановые проверки по всему городу, по району и так далее. А по сути люди-то на опасных листах 8 лет это ездили. Где результат ваших плановых проверок? А они мне говорят, что мы не имеем права вмешиваться в деятельность компании без письменного заявления от жильцов. Я говорю, ну получается по моему заявлению они вмешались. Получается, за 8 лет ни от кого из жильцов не поступало таких документов, понимаете? Я их спрашиваю, хорошо, вот вы отчитались о плановых проверках. Сколько плановых проверок на территории города Сургут за 9 месяцев было проведено? Он говорит, на территориях ХМАО была проведена только одна плановая проверка, и то не в городе Сургут. А куда деньги деваются? Куда это все осваивается? Вот этот вопрос остался висеть в воздухе. Я их конкретно спросил, говорю, а если кто-нибудь погибнет, кто за это будет отвечать? Вы с себя ответственность снимаете, нет? Ну и там видео посмотрите, что они отвечают. Как это все будет решаться, вы сами знаете. Суды у нас как действуют? Все понятно. Так вот, я подготовил документы. На экране все видно, да? Данные документы приложены к видео «Как лишить лицензию управляющей компанией» или ЖКХ антитеррор часть 5. Здесь в описании есть ссылка на архив. Более того, вот это видео, которое сейчас снимаем, я к нему тоже приложу пакет документов, который немножко переделал на основании первого пакета. Значит, я тут немножко изменил, создал папочку «Первый этап», какие документы нужно отправить, и «Второй этап». Также здесь присутствует переписка вся моя, то есть есть файл «Корреспонденция», где в Excel расписано, что, когда я отправлял, и дата, время, айдишники, куда направлял, в ДСВЖР, там жилнадзор, прокуратуру, в налоговую и так далее. Вот здесь все названия файлов указаны, комментарии, каких эта статья касается, здесь уголовный кодекс, здесь КААП, тут особо не расписано, здесь исходящий номер указан, ну, в общем, если посоображать, здесь можно все разобраться. Также я указал ссылки и контакты свои. Так, вот история вся, как это все начиналось, ЖКХ-мендиторор для каждого, первый этап, потом вторая, третья, четвертая часть, и, по сути, мы сейчас записываем, ну, скажем так, комментарии к пятой части. Также приложен файл «Сроки дачи ответов от управляющей компании». Тут в зависимости от ситуации, являетесь ли вы собственником и какие документы вы истребуете, какие обращения пишете, здесь все расписано полностью, какие сроки рассмотрения. Ну, вот по моим документам, насколько я помню, это 10 суток. Это все тоже можете почитать и разобраться. Так, еще надо будет... Всем советую вот этот файл, да, то есть вести учет отправленной корреспонденции. Здесь вот автоматически выставляется... Просрочка, да? Да, просрочка, сколько дней прошло, это выставляете срок, сколько дней надо отслеживать. Здесь автоматически вставляется, сколько дней прошло и сколько дней просрочено. Да, Excel. Об этом тоже есть видео вообще, как учитывать это все. Видео называется... Урок «Переписка системы и секреты обжалования». Там я даю таблицу, по которой и разъясняю, как вообще отслеживать такие сроки и как пользоваться такой таблицей. Также очень пригодится видео, которое называется «Подниматели скамеек и как отправлять обращение, не выходя из дома». То есть вот вся корреспонденция, которую я вам даю, вам, в принципе, никуда ходить не нужно. Вы можете, не выходя из дома, все эти документы отправить и просто отслеживать. Ну вот мне это очень помогло, то есть я путешествую по стране, удаленно вот это все делал, понимаете? А вы можете, в принципе, из дома. Значит, на первом этапе что мы делаем? Мы отправляем 62 вопроса управляющей компании и запрет на обработку персональных данных. Рассмотрим эти документы. Так, ну, это старая версия. Сейчас я пишу себя выше. Лицо, имеющему право действовать от имени юридического лица ООО «ДСВЖР» без доверенности. Кто это, можете посмотреть на выписке «Югрю» на сайте налоговой «ygrunalog.ru». Это тоже быстро делается. Сейчас, на данный момент, директор у нас, то есть у них, Русин Алексей Александрович. Тут вы можете писать как угодно, от физического лица, от человека. Я пишу сейчас от человека. Указывайте свои данные. То есть вам, по сути, нужно поменять, только подставить свои данные, подставить название управляющей компании, кто является ответственным лицом. И дальше по списку идет 62 пункта с требованием предоставить все эти документы. Например, договор между вами и управляющей компанией, акт приема-передачи подписанного договора, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, ну и так далее, по списку 62 пункта. Естественно, они все предоставить не смогут. Так произошло и со мной. Так, переписка. То есть вы вот так вот меняете свои данные, подставляете адрес, электронное почта, телефон. Желательно это все потом перевести в PDF. Как перевести в PDF? Тоже просто. Заходите в любой поисковик и набираете в DOC-файл в PDF. Для чего это делается? Чтобы они не смогли изменить ваши данные. То есть вордовский файл, покажу на примере, потому что мне вчера звонили и спрашивали, как это делается. Выбираете вордовский файл, и конвертируете его в PDF. То есть после того, как он заполнен? Да, после того, как вы его поменяли полностью, все, он готов к отправке, вы его конвертируете в PDF, скачиваете PDF. Так, как он, куда он у нас скачал? Неизвестно куда. Мы его сюда вот вставляем. Вот. Получается такая PDF-ка. Открыть можно с помощью Google Chrome либо других просматривающих. Вот он у вас, ваш PDF, его менять нельзя. И в таком виде нужно отправить в управляющую компанию. Прежде чем отправлять, нужно еще подготовить второй документ, это запрет на обработку персональных данных. то же самое. Кто в теме живых, поймет, что тут написано вообще. Кто не в теме, посчитайте это несуразицей, но это все имеет смысл. Вы можете писать как от физического лица, либо как от персоны, либо как от живого человека. Это дело ваше. Можете как от гражданина. Можно от советского человека. Можно от советского человека. Это правильно. То же самое. Сохраняйте этот документ после изменения всей своих данных, конвертируйте в PDF и отправляйте электронно по адресам ДСВЖР. Как найти их адреса, заходите на их официальный сайт и ищите все их e-mail адреса. Допустим, здесь указан один адрес. Я рекомендую отправить по всем адресам. То есть провалимся. Тут есть абонентский отдел. Значит, находите все вот эти адреса. Понятно, да? Проваливаетесь во все отделы и вот этот список собираете. И отправляете одним письмом. Получается вот эти два документа, которые у вас получатся, две PDF. Насколько я понял, вам должны дать ответ в течение 10 суток. После этого, ну понятно, что там придет отписка. Ну вот, допустим, так, первый ответ мне пришел Чураков 11 января, то есть через три дня. Ну давайте посмотрим. Да. Так, 10 января он ответил. Ну, соответственно, он тут ссылается на какие-то нормы, ничего не приводит, документы никакие мне не прислал. 62 пункта, естественно, он не смог предоставить полностью. Документ занимает 4 страницы, но по сути никакой нагрузки не несет. То есть это нарушение требований рассмотрения обращения от граждан в порядке 59 ФЗ. И, соответственно, на такую отписку мы сразу отправляем второй этап, можете сразу подготовить. Это сразу идут обращения и в прокуратуру, и в МВД, и по уголовным статьям 327, 159, и по 407 счету, вот что мы с вами обсуждали по платежкам. Почти у всех управляющих компаний счета указаны 407. Это транзитные счета, которые, ну, по сути, это идет нарушение законодательства, и управляющих компаний нужно привлекать по статье 15.1.2 в связи с тем, что они используют ненадлежащий счет при приеме платежей от населения. По 407 счету идет и в прокуратуру по РКЦ, и в прокуратуру по самой управляющей компании, и в налоговую по РКЦ, и в налоговую по самой управляющей компании. Дальше идет 559, это непредоставление, немотивированный, необоснованный ответ на отписку Чуракова. Потом идет в прокуратуру по статьям 13.19.1, часть 1, и 25.2, тоже это все в прокуратуру. И также 3 затреба идут в жилнадзор. Вот в жилнадзор они требуют идентифицировать пользователя, то есть определять. Если вы им просто на электронную почту отправите, они вам, скорее всего, вернут обратно и скажут, что типа отсутствует подпись и ваше обращение не может быть рассмотрено, потому что не можем, по сути, они скажут, что это анонимка. Какие выходы есть? Есть множество способов. Можете заказным письмом отправить с описью и с заказным уведомлением через почту. Второй вариант, это через ГИС ЖКХ. Ну, давайте, самый простой. Второй вариант это сходить вживую. Вот как я сделал. Я просто распечатал три... У меня тогда не было ни ГИС ЖКХ, ни это... Мне и на почту там слишком долго было ждать. Мне надо было быстро это сделать. Я просто распечатал все эти документы и по мусоропроводу, по чердаку, по 407-му счету и сходил в жилнадзор и требовал, естественно, все три документа в двух экземплярах. Первый отдаете им, а на втором оставляете его себе и требуете, чтобы вам поставили штемпель, расписались там имя, фамилия, отчество, должность, дата, время и входящий номер. Нам отказывались поставить такие штемпели вообще просто там какую-то загедуленную поставили, все, пришлось дойти до начальника ну и, естественно, начальник сама расписалась, поставила штемпель, все, мы ушли с тремя экземплярами, с проставленными отметками. Третий вариант это через ГИС ЖКХ, но ГИС ЖКХ также не принимает документы, не подписанные. То есть, чтобы никуда не ходить, вы можете сделать очень просто. Если у вас есть аккаунт на госуслугах, вы можете через ГИС ЖКХ подготовить вот такие документы, перевести их в PDF-ку, распечатать только последний лист, где у вас там подпись идет, где вы там ставите дату и Антон Николаевич Булгаков. Распечатывайте этот лист последний, у вас получается листок, вы на нем расписываетесь, обратно ложите на сканер, сканируете или фотографируете и в электронном виде вот эту страницу последнюю, вы ее вставляете в свой документ. Либо вордовский файл, либо формируете картинки и потом PDF-формируете. И у вас получается полностью документ, он идет, все страницы не подписаны, а подписаны только последние. Ну и, соответственно, приложение тоже приложить. И вот в таком виде, с вашей росписью, отсканированной, вы можете через ГИС ЖКХ уже отправить. И у вас получится в электронном виде. То есть, это самый надежный способ, насколько я знаю. Потому что вам сразу выдадут ID-шник, вы сразу сможете отслеживать, вам на электронную почту будут приходить уведомления о всех движениях данного дела. И вы всегда будете в курсе. И четвертый вариант, это отправить им на электронную почту, сделав то же самое. То есть, распечатать, подписать, отсканировать, перевести все в PDF и отправить. Я пользуюсь сейчас, в данный момент, сразу двумя способами. То есть, я и через ГИС ЖКХ подписанное отправляю, и через электронную почту. И еще дальше идет документы. То есть, вот это все, это уже на втором этапе. То есть, мне 11 января ответили, а 20 января я просто отправил сколько тут? Ну, тут много. Примерно 24 документа. одним махом отправляете. Это все можно делать удаленно. Опять же, об этом видео есть, как это сделать. Оно называется подниматель скамеек вместе с женщинами, или как отправить обращение, не выходя из дома. Здесь я в видео рассказываю полностью, как сформировать PDF-ку. как что поменять, как найти интернет-приемные. Ну, в общем, посмотрите. Там все подробно рассказываю. Вот второй этап. И когда вы это все отправите, сроки, сколько это рассматривается все, опять же, есть в файле корреспонденция. То есть, можно себе файл такой создать на Google диске. Об этом я тоже в видео рассказываю о секретах в европейской системе. И можете отслеживать вот эти даты. Дальше вам будут приходить ответы от всех инстанций. Я вот их отдельно разбил по тем инстанциям, по папкам и обозвал их именно инстанциями, от которых пришли ответы. Ответы ДСВЖР, ответы от жилнадзора, от прокуратуры ХМАО из Сургута, от Роскомнадзора и ответы из Федеральной налоговой службы. Соответственно, здесь вот если провалиться в папочку, вот пришел ответ от Русина по чердакам и подвалам. И здесь же в этой папке есть документы. Естественно, мне Русин прислал отписку по чердакам и подвалам. Отписка его где-то где-то Нет, это Русин, это Чураков. Ну, в общем, в каждой из этих папок есть обжалование, в том числе и, вот допустим, по чердакам мне ответили, что никаких нарушений нет. Я просто пошел, сходил и сфотографировал и чердак, что мы видим, да, пломба нарушена. Опечатано. Вот сегодня, кстати, когда шел сюда на лекцию, видел мастер ЖУ-2 Беляева, который мне угрожал отключить электричество. Это тоже знак. Я сюда шел, я ее видел, я с ним поздоровался. Она со мной тоже. У Белянина отключала электронную. Ну вот. Так она много у кого отключала? Я же ее даже на это, летом шел по улице. Слышу, кто-то едет это сзади и говорит это по телефону. Поворачиваюсь, смотрю, так вдалеке на велосипеде женщина едет. И она такая по телефону. Так, этого отключила, того еще не отключала, сейчас вот этого отключу. Ну, у нее, видать, кусачки в сумке. Она просто как это, на велосипеде открывает, кусак, кусак и все. И проводок выкинула и закрыла. Я смотрю на нее такой, думаю, что-то знакомый голос. И я давай сразу на видео, тоже видео есть, маски сняты называется. Я говорю, давайте знакомиться, представьте, пожалуйста, Любеляева, она сразу в молчанку и на велосипеде. Вот такие фотографии надо будет сделать. Желательно перед отправкой документов на первом этапе все это сфотографировать. Потому что сейчас они держат ухо в остро и когда вы им такие документы отправите, они скорее всего придут к вам и заново все печатают. Вот у меня в подъезде после моих вот этих жалоб, этих всех писем и так далее, я уже ни разу не видел, чтобы у меня была в подъезде сорвана пломба. Ни разу. То есть они постоянно следят за моим подъездом. Работают. Да, и желательно две фотографии делать. Фото самой пломбы и фото общего плана именно для того, чтобы... Местонахождение. Нет, по закону здесь должна быть табличка с указанием о том, где находится ключ. Должна быть информация указана, что ключ находится в ЖЭО, телефон такой-то и у старшего по дому квартира такая-то. Это, как видим, такой информации нет. Это тоже нарушение лицензионных требований. Мало кто об этом знает, понимаете? Даже вы эти, старшие по дому, управляющие, с ними разговариваешь, мало кто знает об этом. Вот такие я фото сделал и приложил к обжалованию. Соответственно, жилнадзор инспекции некуда деваться, они собирают, ну, все доказательства налицо, они собирают комиссию, приезжают и проводят комиссию не только по первому подъезду, но и по всему дому. Уж какая там комиссия была, я не знаю. Я находился в другом городе. То же самое по чердакам и подвалам. Так, это чердак. А, ну, вот, что он, она вроде как бы есть, да, но на самом деле оторвана. И тоже вот общий план, да, всех вот этих. что нету никакой таблички. И также можно сфотографировать информационный стенд, который должен быть на первом этаже. Обычно там есть табличка информации, но там не вложены вообще никакие документы. Там максимум может телефон диспетчерская есть. А должен быть телефон экстренных служб, диспетчерская, устав должен быть, даже, по-моему, акты выполненных работ, что-то такое. Тарифы обязательно. Тарифы, да, сейчас я... В общем, все документы по данным перепискам, они все здесь даны. Как обжаловать любую отписку, которая к вам пришла? И что в связи с этим делать? К сожалению, данный пакет документов, он не полный, потому что ввиду моего вынужденного путешествия мне не всегда удавалось обжаловать каждую отписку. Но даже то, что я сделал, это дало колоссальный результат. По всему городу сделали ремонты, и сейчас управляющая компания, она просто не знает, что делать. Она прекрасно понимает, чем ей это все грозит. Должны быть премии дать. Кому? Мне? Да. То, что помогает управляющая компания. В размере всего не из расхода на фонда на ремонт. Ну, я вам скажу, какие мне премии выдали. Мне директор управляющей компании Русин, он мне разбил телефон. Применял физическую силу. По документам понятно, что делать и как? Есть еще документ, по-моему, по реестру. А, его здесь нет. Но я доложу. То есть, вы можете получить реестр собственников вашего дома полностью. Имя, отчество, фамилия, на каком основании у них это, заключены, на каком основании они владеют этим всем, какая у них доля, какой у них адрес, квартира, что там еще указывается. Ну, не помню, очень полезный документ. То есть, вы будете знать весь свой дом, кто в какой квартире живет, кто там хозяин. Где вы вредите? В управляющей компании. Обязанной, да? Я приложу все документы по реестру. Да, вы запрашиваете реестр, и вам присылают такую очень ценную и важную информацию. И если она оформлена неправильно по законодательству, это тоже является нарушением лицензионных требований. Здесь тоже можно управляющую компанию поймать. Но когда я запросил этот реестр, вот буквально недавно, в октябре, 20 октября прошлого года, они мне прислали в строгом соответствии с законодательством. Все, они уже со мной не играют в игры. А обычно людям присылают какую-то отписку, что там, ну, максимум, что могут указать, имя, отчество, фамилию, и номер квартиры. Но при этом не указывают долю, кому, каково, информацию на каком основании принадлежит, договор купли-продажи или право собственности, номер такой-то, или там, договор дарения, или так далее. Ну, вот такие сведения должны быть указаны, понимаете? Это, это, это открытая информация. Обязан вести. В документе все будет прописано, все основания заказов закона. То есть получается, каждый из наших соседей и жильцов имеет право запросить и иметь в виду и нас, и наших соседей, и всех тому подобных. Для чего? Для того, чтобы знать, с кем он живет рядом. Да. И кто какие права на это все имеет. Или там, допустим, сдается 50 квартир в подъезде, да, и ты не знаешь, кто там проживает, а вообще кто там хозяин. Чем еще реестр полезен? Там указывается, вот если у вас есть какие-то аптеки, там, инфрационное агентство какое-нибудь там, я не знаю, авиационные там, билеты какие-то продают. Это все будет указано вот в этом реестре. Смотрите, юридическое лицо и так далее. Важный момент. Смотрите, чем хороша вот эта компания, да, ЖКХ антитеррора, тем, что вы не выходя из дома, вот многие как делают с управляющими, если кто-то недоволен действием управляющей компании, они начинают заниматься самозащитой. То есть они начинают докапываться до каких-то там тарифов, что неправильно посчитали, какие-то цифры там в этих фиктивных вот этих расчетках, которые, попрошайки мы их называем. По сути, народ начинает заниматься самозащитой и отстаивать там какие-то мелочные интересы именно собственные. Здесь речь идет о том, что управляющая компания, она действует на основании лицензии. И, соответственно, если вы выбьете у них из-под ног эту лицензию, то с вами уже совершенно будут по-другому разговаривать. Если управляющая компания лишится лицензии, все, она уже не сможет действовать на рынке. Это будет прецедент, понимаете, понимаете, да, управляющая компания УК ДЗЖР с ее выручкой 2,6 миллиарда разом лишится лицензии. Они не смогут ее вернуть назад. Это все, им придется открывать новую компанию, новый устав, новое имя создавать и так далее. Что будет делать администрация, когда управляющая компания лишится лицензии? Им придется на конкурсной основе, по закону, объявлять конкурс и призывать другие управляющие компании, чтобы жильцы выбрали другую управляющую компанию. Соответственно, открывается множество вариантов. Вы можете выбрать управляющую компанию, вы можете создать свое ТСЖ, вы можете создать свою ТСУ, как вы говорите, Вы можете создать свой ТОС. Причем ТОС не тот, который будет зарегистрирован в Минюсте и, по сути, будет общественной организацией, а именно тот ТОС, который будет зарегистрирован в налоговой. И это будет, по сути, свой орган власти. И вы будете получать деньги из бюджета напрямую. То есть это будет отдельно, как на территории города Сургута, допустим, вы можете подъездом собраться и сказать, все, мы теперь отдельно существуем, у нас свой отдельный муниципальный субъект появляется на территории города Сургута. То есть мы, получается, как, вот есть администрация города Сургута, а у нас администрация нашего подъезда. И мы хотим получать деньги из бюджета напрямую на наш подъезд, на наши жилплощади, в администрацию города Сургута, по каждой квартире, почему вот эти квадратные метры все указываются. На каждый квадратный метр из бюджета выделяются колоссальные деньги. Почему вот эти дома сейчас очень популярны стали, вот эти муравейники. Их строят, ни парковка, ни подъезды, ничего не продумано. Главное, жилплощадь. Стоит дом как можно выше, как можно шире, как можно больше квартиры, как можно мелче, чтобы больше собственников было. И, соответственно, вот на это все выделяются деньги. А когда люди соображающие понимают это все, изучают ТОСы, вот эти ТСУ, они просто собираются с подъездом и говорят, все, хватит, мы не хотим, чтобы за нас кто-то что-то решал, мы будем решать сами. Создают ТСУ и получают деньги напрямую из бюджета и сами ими распоряжаются. Заключают договора с поставщиками ресурсов, то есть энергос бытовая, свет, газ и так далее. И сами с ними рассчитывают. То есть сами получают деньги из бюджета, ну, допустим, захотелось какой-то ковер в подъезде сделать, так они сами скинулись и сами потратили эти деньги, ни перед кем не отчитываясь. Вот этим, понимаете, первое, что нужно сделать, это выбить из-под ног управляющей компанией лицензию. Потому что они, ну, по сути, ни с кем не советуют, то есть сами свои тарифы назначают, никуда деньги не тратят, все ездят на опасных лифтах, людям угрожает реальная опасность жизни и здоровью, но при этом никто ничего не делает, ни жилнадзор, ни управляющая компания, им без разницы совершенно, им главное, почему они все преобразовались, раньше же помните, управляющие компании все были, они у нас были, муниципальное, унитарное предприятие было, МУД или МУД, там, не помню, МУД, да. А потом они где-то в 2013-м все преобразовались в ОООшки, а у ОООшки у любой главная цель это получение прибыли. Соответственно, чем меньше у них затрат, расходов на всякие ваши, там, угрозы жизни, там, и здоровью, тем больше у них прибыль. У них главная задача прибыль, а не ваше здоровье. И о вашем здоровье, в первую очередь, должны заботиться о вы. О чем еще хотел сказать, что получается, что я был очень удивлен, что, судя по реакции жилнадзора, никто из граждан города Сургут не подавал вот такие подобные обращения. Либо они не срабатывали, либо народ их не обжаловал, либо в суд не обращался. Ну, то есть, никто до конца дела не довел. Может быть, там единицы, я не знаю, но вот я знаю, в некоторых подъездах, некоторых домов меняли лифты и делали космические ремонты. Но это делалось, знаете, как управляющая компания говорит, что вот хотите этот косметический ремонт, собирайтесь, давайте половину, типа половину жильцы собирает, а половину мы оплачиваем. 50 на 50, да. Да, 50 на 50, нормально? И то же самое и с лифтом. То есть, народу приходилось очень колоссальное усилие прикладывать, идти на поклоны к управляющей компании, договариваться с ними, чтобы им это все сделали. А по сути, это все должно быть по закону сделано автоматически. И по любой жалобе любого человека, понимаете? И вот такая жалоба, грамотно составленная, она имеет место быть, и она работает. И результат виден по всему городу. Управляющая компания, поняв, что вот Антон Николаевич Булгаков со своим дотошным отношением к данной проблеме, он все равно добьется своего. И он даже путешествуя по стране, все равно это все выведет. И он не просто сам это сделает, он всегда со всеми делится. И он всему городу предоставит такую возможность поступить точно так же. Соответственно, они были вынуждены пойти ва-банк, поменять везде все лифты и сделать ремонт, чтобы никто ни до чего не смог докопаться. Вот по этим документам. Но даже вот по этим документам у нас еще есть дома в городе Сургуте, до которых можно докопаться вот именно по этим документам. И плюс мы еще сейчас стартовали вторую волну, где присутствуют совершенно другие документы по совершенно другим основаниям, которые ну никак невозможно устранить. И мы все равно, у нас цель лишить управляющей компании лицензии за их вот эти все правонарушения. У меня вопрос. ЖКХ это понятно, да, это кормушка большая. Есть еще и небольшие кормушки, например, домофон. По договору с этой компанией, например, связь города, оплата за домофон берется только в случае, если он ремонтируется. Диагностика и ремонт. Как я выяснила диагностику, они не делают вообще. То есть каждый месяц нас снимают деньги в оговоренной сумме. И эту сумму выставляют обязательно. Обязательно, независимо от того, оказали ли они услуги или не оказали. То есть получается как? Если этот домофон был сломан и его отремонтировали, да, платить нужно. А за что мы тогда заплатили? Мы его уже купили, мы уже оплатили его при установке. Значит, в 354-й постановлении, там в правилах, или я сейчас точно не помню, какой пункт, домофон входит в содержание жилья. И за домофон отдельный не надо платить. А еще по домофону, ввели с того, в конфитакции видеоролика, в новых домах гарантия на домофон, сложная аппаратура, сложная прибора, 5 лет, то есть вообще не оплачивается. Это на гарантию. Но мы вообще не платим, это входит именно в тариф содержания жилого фонда. Я согласна с этим, я не оплачиваю, но мне предъявляют этот счет. Я даже написала заявление, так как мы действительно заключаем договор, только на установку. Мы его, по сути дела, выкупили. Может мне это заявление тоже? А я в простой форме. Вы предоставили. И предоставить акт, я договор, какой договор заключала? Мы договор заключали, я здесь, наверное, на установку, все. Мы его купили, выкупили. А остальные должны, договора отдельно заключаться. Акты выполнены по факту. По факту работу сделали, да. Вот тогда мы оплачиваем. Допустим, пришел мастер, у нас не работает, дали заявку. Пожалуйста, скажи, сколько стоит. Мы разбрасываем, и все. Или акты выполненных работ. Запросить просто договор свой акт выполненных работ. Они акты выполненных работ никогда не предоставят, потому что их у них нет. Это все есть вот в этом документе первичном. 62 вопроса управляющей компании. Там все полностью. И договоры, и акты, все перечислено. Понимаете? Я про домофон не помню там, чтобы было. Я знаю, что эти есть. Вы можете добавить на вопрос? Я поняла. И каждый из вас, кто смотрит это видео, да, и слушает данную аудиозапись, вы можете взять данный пакет документов, если вы являетесь собственником жилого помещения. Право, являетесь, у вас есть право собственности, так называемое. Не собственность, а право собственности на данное жилое помещение. Или у вас там доля, или, допустим, кто-то из ваших знакомых, я не знаю, вы, допустим, живете там с сестрой, у которой квартира собственности. По сути, вот, ваша сестра может там стартовать данную компанию. Неважно кто, главное, чтобы вот собственник это все отправлял. Понимаете? Вы можете там, даже не имея доверенности от его имени на его электронный там почтовый ящик, это все делать. Ну, естественно, с его согласия. И получается, никуда не выходя из дома, можно выбить из-под ног управляющей компанией лицензию. Это инструмент самый эффективный на данный момент, который я знаю. И, ребята, не стесняйтесь все это делать. В ваших же интересах это все сделать как можно быстрее и как можно лучше. Потому что, вот сколько я не слышал, сколько народ борется с управляющими компаниями. Лучшего эффекта, чем вот по этим документам, я не слышал и не видел. В принципе, все. Вопросы есть по документам? Как это стартовать? Как делать? Мне не подходит немножко. Почему? Мне только подходит ревеска собственная. Потому что меня как собственника выписали из квартиры. Ну, хотя бы 407 счет для тебя подходит. Вот 400. Да, я уже подготовила, но я опять впереди планеты. Вот, бери документы, здесь все есть, вся переписка. 407 у меня есть. Здесь вся переписка из прокуратуры, из ФНС, из жилнадзоров. 407 счет для тебя. Ну, то, что вы фотографировали, я говорю. Нет, а что мы это сделаем? А 407 счет для тебя. Сегодня завтра. На канале Сургуминадзора 2. Транситный. Деньги уходят отшоры. А мы должны идти по 408. У нас 488-27 на счет должен быть. Деньги уходят отшоры. Специально, не хотите сказать? Да, специально. А я вам ответ Центробанка прочитала. Ты что, замерзла? Что? Вы, которая не нужна ответ Центробанка, я вам ее уже прочитала. Как вам ответили в отношении счета специально? И что там ответили? А там правильно ответили? Там, да, там 408, они пишут, что это не обязательно. Нет. Это не обязательно, не обязательно специальный счет. Это отписка, эту отписку нужно обжаловать. Это неправильная отписка, там, вы ее неправильно, по-моему, почитали. Они даже сейчас есть... Вот большинство, вот я, у меня еще одно видео скоро выйдет. И за отписки это не нарушают. У меня скоро будет видео по закону 59 ФЗ, как, сколько там вообще вариантов, как правильно ввести переписку по любому обращению, которое они пытаются рассмотреть в порядке 59 ФЗ. И туда входит и воль заявления, и жалобы, и обращения, и заявления, и требования, и даже устные заявления, и все остальное. Так вот, я там нарисовал блок-схему, она примерно, ну, высотой, не знаю, там, ну, допустим, 50 см, да? И там очень много этапов и много очень разветвлений, то есть такое получается, ну, как древо вниз, ветвями вниз. И там множество вариантов, вплоть до отказов, до привлечения к административной ответственности за немотивированный ответ, за нарушение срока, все варианты расписаны. Так вот, там примерно 40 или 50 действий расписаны, все варианты. Так вот, большинство людей дальше первых трех этапов не идут. То есть они подают обращение, получают отписку и больше ничего не делают. Они считают данную отписку верной. И вот этим пользуется система. Каждую отписку нужно обжаловать. И не просто обжаловать, но еще смотреть на нарушение сроков рассмотрения и на полный объективный, мотивированный ответ с предоставлением требуемых вами документов. Если чего-то этого нет, то там сразу варианты вот эти вниз идут. Их около 50. И каждый вариант я рассматриваю и даю документы, примеры, то есть это будет будущее видео. Все это я буду давать. И о чем я хочу сказать? Вот вы получили отписку, что там вам что-то по 408 счету ответили. Так нужно это все поднимать, нужно самому поднимать эти законы, разбираться. У меня есть примеры, вот в этом видео будут приложены вот этих документов, как такие отписки обжаловать. И соответственно у вас сразу вот эти, берете вот эту схему будущую, да, ПФЗ-59 и сразу смотрит. Ответ получен? Нет. Ну, ответ допустим получен, да. Удовлетворяет? Нет. Посту это, сразу пишем жалобу в прокуратуру, перевлечь по 5-59 за дачу неполного, немотивированного ответа, и там дальше идут варианты. То есть, если они присылают прокуратуру и присылают отписку, что нет там состава и так далее, то нужно требовать постановления об отказе, либо возбуждении административного дела. Если опять присылают отписку, то есть жаловаться на прокурора и так далее. Там все это расписано. С помощью вот этих действий можно их всех заставить работать так, что они будут сразу присылать правильный и нужный ответ. Вот так их нужно, как сказать, воспитывать. И как конкретно зайти вот эту 5-9, посмотрите, куда? Это видео будет позже, я его буду позже делать. А, позже, вы там на 9 просто? Блок схемы я сделал, все новости вот у меня в ВКонтакте сургуднадзор 2. В принципе, все. И самое главное, смотрите, у вас на все вот это уйдет, ну, примерно, если взять человека часы, да, вот по всем этим обращениям, сколько вам, мне понадобилось, ну, примерно 50 человек и часов. Вот на это все. Ну, это, грубо говоря, не выходя из-за компьютера, две недели просидеть. У вас уйдет намного меньше, потому что все документы готовы, все примеры отписок есть. Все, что вам нужно, это подставлять свои данные и отправлять. преобразовывать в PDF-файл и, ну, там, для жилнадзора распечатать и так далее. То есть, намного проще все будет. Вы на все это можете потратить максимум 2 дня, понимаете? То есть, это очень просто и очень эффективно. Не знаю, вы, наверное, может, 2 дня вам, но мы не стоим 10. Есть тогда предложение. Значит, можно эту всю базу скинуть кому-то на электронную почту и у кого есть больше времени, скинуть ему свои данные. Вот, допустим, для обращения по 62 пунктам в ЖКХ можно спокойно скинуть свои фамилии и имя отчества. Да, вообще, он платежку, да, код держит. И человеку, у которого есть на это время, заплатить ему за работу, потому что все должно быть возмездно, 500 рублей за оформление этих документов. Он сядет спокойно, все внесет, потом разошлет обратно. Вот, например, Наташа, у нее есть время свободное, у нее есть техника. Я вот с радостью дам 1000 рублей за то, что она это сделает, потому что я понимаю, что, имея эти данные, она потом сможет и к любым другим документам, также оперативно, пока я там, где в детском саду, где на работе, где на встрече, где что-то еще. Буду действовать, понимаете? Вот у меня есть такое предложение. То есть, почему? Потому что я предприниматель, у меня не всегда есть время. Если бы не больничный ребенка, меня бы здесь с вами не было. Сегодня. Я тебя понял. Я примерно так же делал в экстренных случаях. Допустим, вот когда пристав Кабаченко напал на Анжелику Куракину, она меня попросила за нее отправить. Соответственно, я зашел на сервис Google, создал новый почтовый ящик от ее имени и указал его в заявлении и от ее имени заявление отправил. И при этом я с этого электронного ящика сделал при адресации на свой почтовый ящик. То есть, они видят, что отправила Куракина, ответ присылают Куракины, а у меня при адресации на меня настроены. И, соответственно, я этот ответ вижу сразу. То есть, вот так же может человек, у кого есть много времени, сделать и... Это необходимо. Это необходимо, потому что мы должны дублировать и поддерживать друг друга. В какой-то момент, когда кто-то вне зоны достигаемости, вдруг по каким-то причинам, в рандеву, например, да, в ояже по России или что-то еще. Дело в том, что, как вы прекрасно видите, суммы нешуточные, да, 2 миллиарда и так далее. И, как вы прекрасно понимаете, убрать одного человека, это очень легко. Убрать 10 человек, это уже трудно, потому что за этими 10 стоит вот эта сеть. Фонтакт, Инстаграм и так далее, да. То есть, тут они ведь тоже это все просчитывают, они не другие. И если они чувствуют, что если есть стержень, все, это уже начинается, ну, мировое изменение. Так, еще по техническим вопросам. Вот РосЖКХ, знаешь, что такое? Я начинала работать. Что? РосЖКХ. Есть такой сайт РосЖКХ. Не знаю. Не знаешь? Нет. Идешь и посмотришь, есть ли он или нет. Это был государственный сервис? Это, по-моему, Навального сервис был. Сейчас не знаю, чем. Не пугайтесь. Знаете, как мне в подъезде в доме ремонт сделали? Косметический по всему дому. Дом был, в общем, убитый, по сути дела. Я прихожу перед отпуском, буквально уезжала. Прихожу, мне начинают уже красить. Все ободрали, все-все красить. Я уехала, как раз запахов не было. Там краска и убитый. Убивали у нас одной аллергией, там страшно было. Я говорю, можно покрасить? Зашла в управляющую компанию, я даже не знала. Написала заявление, написала, что тот-то дома не ремонтируется и вообще убитый, глупо, он сейчас зависит. Отремонтирован. У нас последний подъезд, шестой подъезд, сделали 50 на 50. Ой, пока мы дождемся, это не сделают. Я говорю, я не буду ни копейки платить. Но я уже знала. Созревшие. Не, Нина Ивановна, давай покороче. Причем тут сайт РосЖКХ. Написала в РосЖКХ короткое заявление. И РосЖКХ отправляет в пять инстанций. В жилнадзор, в управляющую компанию, еще в прокуратуру. Вот по сути они вот это вот и делают. Понимаешь? За вас. Да, да, да. Ну я поняла. Это было непосредственно? Да. Они просто на добровольных. Класс. Молодцы. То, сколько заплатили, я помню, когда мне результат я увидела, я, конечно, заплатила. После результата я заплатила. И ЖКХ возле меня, и жил инспекция забегали. Я даже не знала, кто отремонтировал. Понимаешь? Я пришла, говорю, мне можно сиреневого цвета? Думаю, или сиреневый, или салатный. А я приехала из отпуска, у меня есть салатный стены. Стартуйте компанию. Это ничего не стоит. Буквально, я тебе говорю, максимум два дня потратим на все. Желательно в Кудриеве. Можно и в отпуск. Поэтому я вот сейчас, на данный момент, вижу для себя решение, чтобы начать действовать, чтобы вот тот, понимаете, вот мы с вами зажили какой-то огонь, да, какой-то кофе. А каждый из нас пойдет каким-то огонечком. Два дня, и он погаснет, если мы не начнем действовать. Вот это, вот это закон просто. Если начинать двигаться, то нужно начинать сразу. Для того, чтобы я этим занимаюсь, поэтому... А вы представляете, вот как я в вынужденном путешествии, нечего одеть и нечего покушать, и негде жить. Еще ноутбук без экрана, то есть у меня вот эта вот штука отсутствовала вообще. Мне пришлось купить вот только клавиатуру, да, вот эту, которая без экрана. Мне еще надо было где-то в путешествии найти монитор, чтобы внешне подключить его, или телевизор, или монитор, найти кабеля все. Вот это подключить, развернуться полностью, потому что я с компьютера на компьютер раз пять или шесть переезжал. И мне это все развернуть, и это все, поднять эту переписку, обжаловать и отправить. То есть вот так я это все делал, как спартанец какой-то. Война натуральная. Я так понимаю, что мы все так более-менее... Ответственности никакой. Вы жалуетесь на нарушение. У вас ответственности никакой. Меня не устраивает слово «жалоба». Меня это... Требования. Это требования. Как хочешь. Что? Не галди. Как хочешь, так и пиши. Хочешь воле изъявления, хочешь обращения требования. Как хочешь, так и пиши. Вольному вольному. А? У меня старые все варианты. У меня обращения требования, насколько я помню. Воле изъявления требования пишут. А с Натальей договорись, как правильно это все сделать. С какой Натальей? Ну вот. Которая будет для нас... bоле изъявления требования. Или воле изъявления заявления. Обращение требований я пишу. Боле изъявления требований. Именно, для человека. Я от человека пишу все. Антон Николаевич. Более изъявление требований от целеского человека, как можно это действительно от глобальности брать, то брать вот таким макаром. Вы, когда будете подавать свои данные, вы так и напишите, от кого. Вот и все. Так, вы? Я представила от целеского человека, у меня здесь сейчас более изъявление требований. Я бы сам клиентов понабрал, так называемые. Мне просто задачи намного глобальнее стоят. Я сейчас постоянно мне со всей страны звонят по этим видео и так далее, и просят это, проконсультировать. Как там, то, это, все. Я никому не отказываю, я собираюсь все вопросы для того, чтобы в будущем выпустить обучающее видео с ответами на все эти вопросы. Чтобы каждому постоянно, каждый день, вот как, я знаю, есть активисты, есть активисты, которым по 500, по 600 звонков каждый день. И они каждый день консультируют, говорят, устали, замучились, надоело. Скоро все брошу. Я не хочу. У меня очень мало звонков. Мне очень, вы сами видите, у меня телефон молчит. Почему? Потому что я все... Ну, в общем, я стараюсь обучающее видео делать с тем, чтобы вот мне звонят, Антон, а как делать? Вот человек первый раз меня увидел, услышал, Антон, а что, как делать? Я ему ничего не объяснила. Я говорю, вон там видео, иди смотри, там все документы приложены, вся инструкция дана. Почему я выжимки делаю? У меня нету цели что-то решить, пойти какую-то проблему для себя там или для кого-то из вас. У меня задача создать инструкцию для всех, универсальную, чтобы она была понятна. И тебе, и тебе, и тебе, и любому вообще из любой страны. Понимаете? Вот этим я занимаюсь. Ну все, я останавливаю запись тогда. Все, всем благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok